Монахиня Мария Сегодня наша передача касается упражнений при сколиозе и остеохондрозе. Сколиоз – это искривление позвоночника. Его искривление может быть в виде буквы «С» русская в одну сторону, в другую сторону. Если более глубокие изменения, то это «С» русское превращается в «С» латинское. Компенсаторно начинает изгибаться позвонки уже и поясничной области. И поэтому тогда получается сколиоз и в грудном, и в поясничном отделе. Но изменения могут быть не только в этой плоскости, а и в сагитальной. То есть вот таким образом проходящие перпендикулярно этой фронтальной плоскости. Мы проводим плоскость через позвоночник перпендикулярно. И в этом может быть явление лордоза, то есть выпячивание вперед, кифоза наоборот. То есть получается иногда так, что лордоз шейного отдела позвоночника, кифоз грудного и лордоз поясничного. До 10%, до 10 градусов, вернее, отклонения позвоночника – это первая стадия. До 25 – это вторая. До 50 – это третья. И дальше четвертая. До четвертой ни в коем случае нельзя допускать. Кроме того, и третья, и вторая, они уже очень сложно исправляются. Все упражнения мы пытаемся делать, это в первой стадии, ну, может быть, в начале второй, но не более того. Потому что там уже очень сложные моменты иногда, которые кончаются операцией. А операции – это хорошего мало. Но из двух зол иногда надо выбирать наименьшее. Во-первых, сколиоз может начаться развиваться очень рано, еще при рождении. Что может быть причиной? Причиной может быть родовая травма. Остеопаты, например, настаивают на том, чтобы, когда ребенок рождается, чтобы рядом был остеопат, и быстренько проверил, как шла головка, как шейка себя чувствует, как череп располагается на шейном отделе позвоночника. Это действительно было бы идеально. Очень важно родителям помнить об этом и замечать, как ребенок ходит, на одном ли уровне у него плечи. Все упражнения – это прежде всего профилактика и в какой-то мере лечение на все же довольно ранних стадиях образования этой патологии. Например, у человека начинает болеть сердце, начинается аритмия. А на самом деле причина в позвоночнике. У него могут начать развиваться какие-то боли в желудке. Почему? Потому что позвоночник – это хранитель костного мозга, который имеет корешки, которые иннервируют очень многие системы и внутренние органы в том числе. В наше время очень серьезная причина – это обездвиженность. Над позвоночником и над позвонками есть три слоя мышц – и прямая мышца жмота, и косые мышцы, и внутренние мышцы, которые непосредственно присоединяются к позвоночнику, которые и питают его, особенно в межпозвоночные пространства, где находится хрящ, где находится диск хрящевой. Он тоже требует питания, он требует воды. А если он начинает сдавливаться, а сдавливаться он может при сколиозе, и тогда уже развивается остеохондроз. Упражнение на вытягивание позвоночника. Ну, это даже я могу сделать, будучи в этом облачении, да? Вместе делаем. Значит, мы берем и тянемся вверх. Тянемся, вытягиваем свой позвоночник как можно больше. Мы стоим полностью на стопе. Тянемся, тянемся, тянемся и медленно опускаем. И так делаем 3-4 раза. Вот такие сильные растягивания. Теперь мы становимся на четверинки и вытягиваемся в этом положении. То есть правая рука вперед, параллельно полу, левая нога назад, параллельно полу. И тянем левую ногу вниз как бы параллельно, а правую вперед тоже растягиваем позвоночник. 3-4-5 и опустились. Поменяли ноги. Эта ручка тянется сюда. Мы прямо вот тянемся. И эта нога дальше. Несколько счетов. Спасибо. Вот таких движений 4-5 раз надо сделать. Так же, как и стоя. Затем мы садимся на пяточки, на пяточки садимся, и выручки вытягиваем вперед. Здесь как раз в поясничном отделе идет сильнейшее растяжение. Пальчиками тянемся вперед, а на пятки садимся все больше и больше. Здесь двойная польза. С одной стороны мы сгибаем колени, а колени очень многих уже плоховатые в возрасте после 50 лет. И мы их заставляем трудиться, мы растягиваем их связочки, мы заставляем работать и заставляем питаться лучше, потому что прилив крови идет обязательно во время движения. Четвертое упражнение. Лежа ложимся на спину, руки туда вытягиваем, как бы вверх, а ноги вниз. Ноги тянем вниз к пяткам, а руки вверх. Растянули сильно-сильно-сильно, расслабились. Сделали в несколько секунд перерыв. Еще раз растянулась и расслабилась. Ну, а сейчас мы сделаем уже упражнение лежа. Итак, левая ножка сгибается в колени, выпрямляется, носочек оттянут и медленно опускается вниз. Еще раз вверх опускаем. То же самое правая сгибается, выпрямляется, опускается. Замечательно. Теперь левая нога поднимается и работает по часовой стрелке. Делает окружности по часовой стрелке. Хорошо, хорошо. Опустили. Поднимаем следующую против часовой стрелки. Вот таким образом, замечательно. Опустили ножку. Вторая тоже самое против часовой стрелки. Нет-нет, колено разогнуто. Вот. Между каждой серией упражнений, а серия это 8, 10, иногда 10, 12, в зависимости от вашего состояния. Кроме того, нужно помнить, что все упражнения должны выполнять добросовестно. То есть, если уже сказано, прямая нога, так ее полностью вытянуть, чтобы она действительно была прямая. И выполнять очень аккуратно. Итак, следующее упражнение. Подняли ногу левую, прямую. Согнули в колени. Наклоняем колено в сторону вытянутой ноги. Голова в противоположную сторону. То есть, здесь идет процесс скручивания. Вот эти упражнения очень хороши именно для тех мышц, которые находятся рядом с позвонком. Ну и для косых мышц и вата. И в эту сторону хорошо выпрямились. На сегодня у нас пока все. Следующие упражнения мы покажем вам в следующий раз. Спасибо всех, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok